Итак, всем привет! Это не реклама бренд Diziner's Face, просто решил снять видео про одежду для зимнего похода и более детальнее разобрать этот вопрос, потому что много на ютубе видео, но каждый снимает про то, что он берет с собой в поход, а я хотел бы как-то более детальнее это все разобрать и подсказать неопытным туристам, скажем так, потому что если вы опытный походник, то здесь, думаю, вы ничего интересного для себя не найдете, так как вы сами уже все прекрасно знаете. А это видео больше для тех людей, которые хотят пойти в горы в зимние в первый раз и хотели бы сэкономить, например, на одежде, но при этом ничего себе не обморозить в походе. Так что сейчас покажу, где дешево купить, как дешево купить, какие материалы выбирать, на какие бренды смотреть и так далее, так далее, так далее. Итак, присаживайтесь поудобнее, еще не придумал я, кстати, как это все буду показывать, снимать, но сейчас как-то походу разберемся. Итак, я себе выписал на листочек пункты, чтобы ничего не забыть, не пропустить, то, что, по моему мнению, является самым важным. То есть, первый из этих пунктов это определить для себя, какой вы идете в поход. То есть, если, например, это радиалка, то есть вы поднялись на какую-то гору, спустились вниз, переночевали в приюте, там высушили на печке обувь, то для этого вам вполне хватит обычных ботинок на кортексе, например, горных. И горнолыжных куртки, то есть вам будет вполне достаточно. Если же это двух-трехдневный поход, то, конечно, хотелось бы, ну, мне хотелось бы больше комфорта такого-то и не переживать, что вы там замерзнете или что-то себе отморозите. Так что нужно разобраться еще, собираетесь вы связывать свою жизнь с походами или нет, так как если вы уверены на 100%, что вы будете дальше ходить в походы, то, конечно же, уже лучше брать одежду не прямо такую дешевую и брать ее лучше не в прокате, потому что лично я не люблю, когда одежда на мне не моя. И поэтому для этого есть множество площадок, например, самая популярная из них в России это Авито, в Украине это OLX, и там можно все найти. То есть чуть дороже, чем в секонд-хенде, но если поискать, то, в принципе, можно очень хорошо сэкономить и купить новую вещь себе. Ну, якобы, немножко БУ, как говорится. Потом, следующий пункт, это брать ли одежду секонд-хенда или новую. Скажу так, что зимний поход вам может очень многого не простить. То есть, если вы идете весной в поход или летом, то можно одеть спокойно какие-то джинсы, например, и на солнце подсушить и так прокатить, то в зимнем погоде такой не прокатит. Это, я вас уверяю, сто процентов. Так что вы должны для себя понимать, что лучше где-то переплатить и не беспокоиться за здоровье и за свою жизнь, потому что лечение потом обойдется в разы, я думаю, дороже. Так что это нужно понимать. Благо, у нас есть секонд-хенды и лично я не брезгую что-то покупать там. У меня львиная доля всего моего снаряжения, которая, одежда, точнее, которая у меня есть, это секонд-хенд. И даже, к примеру, взять термобелье, например, которое стоит, там, хорошее термобелье, шерсти мариноса стоит, например, 5000 гривен. Ну, то есть, это, если вы с другой стороны, это около 200 долларов примерно, то в секонд-хенде можно взять за 2 доллара. То есть, это такая, как бы, такая тонкая тема, и если, например, вы очень сильно уже брезгуете и вам принципиально не нравится какая-то там одежда секонд-хенда, то старайтесь тогда покупать уже дорогие бренды и хорошие, потому что вот эти бренды, которые телепаются по центру где-то между качеством и некачеством, они, как бы, и стоят дорого, и жалко отдавать, ну, по моему мнению, деньги за такие бренды, и они, как бы, не очень хорошие. То есть, я бы рекомендовал бы, конечно, одеваться либо в секонд-хенде, либо покупать новые, хорошие, качественные вещи. Так, с этим разобрались, потому что я по привычке начинаю все углубляться очень сильно. Как выбирать одежду? Это такая очень тонкая тема, и не обязательно быть, на самом деле, специалистом, чтобы понимать какие-то основные моменты, потому что есть базовые, как бы, элементы такие, которые помогут вам проще определиться с выбором одежды. То есть, например, если это мембрана, то это должен быть гортекс. Если это флиз, это должен быть полартек. Если это подошвы, это должен быть вибрам. Если это, например, термо или какая-то термоноски, например, было бы хорошо, если они будут шерсть мериноса. То есть, такие моменты, они, как бы, на самом деле, у них очень просто разобраться, и сейчас я это покажу вам на примере. Давайте начнем с обуви, наверное. Самое такое важное, наверное, что есть. Это обувь. Если вы идете в двух-трехдневный поход, то я настоятельно рекомендую вам брать пластиковые двойные ботинки. У меня бренд Асоло, АПС, Суперсофт. Чем они хороши? То есть, кстати, вот подошва вибрам, о чем я говорю. Впереди, кто не знает, это элемент, чтобы рубить себе ступеньки в снегу, когда поднимаешься, например, на обладенелую вершину, и там лед, и тебе нужно остановить, пробивать ступенечки. Обычно это делают гид, но все же так намного удобнее. И подошва не должна совсем гнуться. То есть, она вообще засухнуть невозможно. Это суперпрочная подошва, которая только сейчас есть во всем мире. Чем хороши пластиковые ботинки? У них есть один большой минус, это тем, что они неудобные. Например, если идти по какой-то каменистой местности, по земле, то это будет вам не совсем удобно. Но если ставить на весы удобство и комфорт и тепло, то лично у меня перевешивают как бы комфорт и тепло. Мне больше нравится так. Какой большой плюс этих ботинок, это то, что их можно подсушить в палатку. То есть, в спальном мешке, точнее. Вы достаете внутренний ботинок и ложите его в палатку, в спальный мешок себе в ноги. И просто он у вас высыхает. И утром не нужно будет вам наматывать круги вокруг лагеря, чтобы разогревать ботинок. И очень неприятно вставлять, на самом деле, я думаю, вы сами это представляете. Ногу в замороженный ботинок со льдом. Так что, для многодневного похода это вариант идеальный. В нем вы точно не замерзнете и пальцы себе не отморозите. Но, опять же, кто не знает, обувь нужно покупать на размер, либо на два размера больше. Я говорю на два размера больше, и мне в этом довольно-таки комфортно. Так, дальше. Итак, раз мы начали с ботинок, то продолжим мы носками. Так как, забегая вперед, скажу, вся одежда для зимнего похода, это одна большая концепция. То есть, каждый элемент дополняет друг друга. Не получится купить суперхорошие, там, дорогие трекинговые ботинки и дешевые шановские или базарные носки. То есть, вся система не будет работать, у вас не будет отводиться влага, а нога будет просто потеть, замерзать. И у вас будет постоянный дискомфорт и холод. Трекинговые носки стоят достаточно дорого. Например, такие вот стоят, я буду сразу в долларах говорить, 30 долларов, такие примерно, там, 25-20, это тоже около того. То есть, а в секонд-хенде это стоит 20-10 гривен. То есть, опять же, если вы не собираетесь тратить на носки, там, 3000 гривен, то я вам советую, опять же, купить это все в секонд-хенде, но купить именно трекинговые специализированные носки. Их, если погуглить, сложно перепутать с гетками, я думаю. На них так же, как и на гетрах, написано RL, то есть право-левые. И вот так вот они выглядят. Здесь все анатомически расположено, то есть для косточек боковых, на подъеме, на голени, все мягко. Антимозольное покрытие, ну, то есть они максимально, так сказать, навороченные, всякими плюшками и ништяками. Для сна я использую... А, все носки, кстати, кому может быть полезно, у меня практически все фирмы X-Sox. То есть, это одни, по моему мнению, из самых лучших носков в фитрекинге, у которых есть. То есть, можете присматриваться на этот параллель. Для сна я использую такие полуваленки, полу-носки на полартеке флисовые. Что очень важно в походе, это чтобы ваши ноги во сне отдыхали, и при этом им было тепло. То есть, кровь, должно быть хорошее кровообращение, кровь должно циркулировать, и тогда вам будет тепло, и ноги будут отдыхать. То есть, вот такие вот маленькие. Но, опять же, очень хорошо подойдут простые, какие-то бабушкины, вязаные носки. Но главное, чтобы вам было в них тепло, и нога не передавливалась. Так, все теперь понятно. Дальше, вещь, которую я еще не использовал никогда, это трусы. Специализированные для похода, вот так вот они выглядят. В чем их очень большое преимущество? В том, что вы постоянно, когда идете в походе, летом, зимой, вообще в любое время года, неважно, у вас постоянно потеет спина, подстекает вниз, и из-за этого трусы постоянно мокрые. Пятая точка у вас замерзает, а это совсем некомпортно и неприятно. На трусах здесь, сейчас я прочитаю, чтобы было проще. Дешевое функциональное белье с анатомически расположенными зонами, которые обеспечивают вентиляцию и быстрое испарение пота в местах повышенной потливости. Минимальное количество швов и анатомическая форма обеспечивают максимальный комфорт, подвижность. То есть, вы их одеваете, потеете, они отводят от вас влагу, и вы остаетесь сухими. Очень удобно, я считаю, можно себя купить одни на долго-долго. В них можно заниматься потом спортом, бегать на пробежке, кататься на велосипеде, чем вы увлекаетесь. Не обязательно для похода, то есть вам их точно пригодится, и будет полезная вещь. Советую купить новыми в магазине, понятное дело. Потому что тут, я думаю, каждый бы побрезговал искать все горько. Дальше у нас идет темателем, один из основных слоев, потому что находится ближе всего к вашему телу, и должен на 100% справляться со своей задачей, то есть принимать на себя ход, отводить его от вас и при этом гореть вас. Если у вас не однодневный поход, то нужно два комплекта. Один комплект для трека, второй комплект для сна. Для трека я использую верх, у меня 92% нейлона и 8% таластана. Низ 100% полипропилен, то есть они очень легкие, дороже отводят лаку от вас. И для сна термобелье из шерсти мариноса. Кто не знает, это очень хорошее термобелье, так как обладает большим перечнем положительных свойств, таких как не заванивается, то есть можно хоть неделю в нем ходить, неприятного запаха не будет, почему-то оно как-то хорошо отводит от себя запахи, при этом очень хорошо вас греет, даже когда вы находитесь не в движении, очень хорошо от вас отводит влагу и практически не чувствуется на теле. То есть вы его одеваете, когда походили, вы его просто на себе не чувствуете, что является очень большим плюсом. Дальше. Флиз. Нужно вам две флизки, одна для трека, вторая для утепления. Лучше, конечно, если вы найдете полнортек. Так он выглядит, кто не знает, такая вот бирочка. С такой пирамидкой, красная. Вот так вот. Либо, если этой бирочки нет, может быть просто вот такая вот гравировка. Сейчас, у меня секундочку. Вот. Вот такая гравировка. Что-то не фокусируется. Ну, в общем, видно полнортек. Есть флиз с капюшоном. Кому-то это удобно. У меня лично нет. Мне он только мешает. В капюшоне от куртки. Либо упирается в шею. То есть я предпочитаю флиз с капюшоном. Но это с тем расчетом, что обязательно в вашей куртке должен быть хороший капюшон. Глубокий, хороший, который полностью все закрывает. Это обязательно. Куртки без капюшона даже не рассматриваются. Флиз. Один должен быть прям толстый. Вот как этот у меня. Это для утепления. Когда вы приходите в лагерь, вам нужно согреться. И второй для трека. То есть менее толстый. Более комфортный к телу. Вам. Дальше. Вот такая большая пачка. Здесь перчатки, шапки, бафы, балаклавы. То есть здесь все можно комбинировать. Кому как удобно. Бывают вот такие вот бафы. Низ. На шею с флиса. Вот здесь. Вверх. Телостан, который хорошо тянется. Дышит. То есть можно комбинировать. Одевать его так. Так. Короче, разные есть способы. Но я им не пользуюсь. Мне он почему-то не нравится. Можно использовать шапку и баф. Вот. Если у меня такая шапка. С таким утеплителем на ушах. Что является очень удобной плюшкой. Вот. Выдеваете шапку. Одеваете на себя баф. Баф. Затягиваете сзади. И вот. Наверх надеваете очки. Все. Лисо у вас защищено. Вам очень тепло. Греет вас. Но я почему-то предпочитаю больше молоклаву. Вот у меня такая вот молоклава. У меня есть специальное отверстие, чтобы дышать. Потому что, когда вы идете при минусовой температуре, здесь у вас собирается конденсат от дыхания. Он замерзает. И потом некомфортно. А это помогает этого избегать. То есть. Эта балоклава вот так опускается. Поднимается. Каком удобно. И тоже очень хорошо вас греет. То есть. Я предпочитаю балоклаву. Есть такие балоклавы. Где окошко чуть больше. Ее хорошо использовать для сна. То есть. Рот у вас закрытый. Вы дышите в нее. Тепло идет обратно. При этом нос дышит. И уши все закрыто полностью. Она очень мягкая. Очень теплая. Прямо на камеру может видно. Такой очень приятный флис. Есть тонкие шапочки. Там она лежит. Она не будет доставать. Есть такие шапки на пол-артеке. То есть. Она тоже очень глубокая. Закрывает хорошо уши. Прям до шеи вот так подойдет. То есть. Кому как удобно. Тут же полностью на ваше рассмотрение. Смотрите как вам удобно. Ройтесь в кучах. Покупайте новыми. Это без разницы. Потому что стоит на самом деле. Это дешево. А никакой разницы нет. Флис. Есть флис. Разницы нет. Какой бренд. Какая фирма. Главное. Чтобы вам было комфортно. Тепло. И при этом это все хорошо работает. Дальше идут у нас перчатки. То есть. К выбору перчаток нужно подойти очень осознанно. Потому что обморозить пальцы. Это самое легкое. Что можно сделать. Так как кто не знает. Когда вам холодно. Тело пытается нагреть какие-то более важные органы. А конечности ваши из-за этого отмерзают. И лучше использовать конечно варежки. Потому что четыре пальца греют друг друга. А не каждый палец греется отдельно. Я думаю что все знают еще с детства. Но все же. Но я предпочитаю. Мне так более комфортнее. Я беру три пары перчаток. Первый слой. Это флис. Например. Когда идет стойка на подъем. И тебе не сильно холодно. Нет никого ни дождя. Ни ветра. То есть этих вполне хватает. Начинается снег. Кто-нибудь не знает. Это полуплохая погода. Ты просто можешь комбинировать. Можешь просто надеть наверх варежки. Так вот. Можно в принципе в теории одеть все три на себя. Как бы печатки позволяют. И если кто не знал. Есть такая согревающая штучка. Стоит она один доллар. Если кому интересно. Впадает ее на шесть часов. И можно потом заново разогревать. Это такой пакетик. Ты его открываешь. Растираешь. Там химические элементы как-то соприкасаются друг с другом. И начинают греть. То есть ты берешь эти два пакетика в руку. Вот так вот. И просто идешь в варежку. Так вот взял. Сунул на руку. И оно греет тебя. Ну это уже в крайнем случае. Я думаю до такого не дойдет. Но если вы идете первый раз. То лучше перестраховаться и купить. В каждом туристическом магазине продается. Так и называется. Согревайка для рук. Так с этим разобрались. Дальше у нас идут штаны. Нужно брать трое штанов. Я рекомендую. Если это трехдневный поход у вас. Нужно брать трое штанов. Первые легкие для трека. Одеваются на термобелье. И просто вы идете. Они быстро сохнут. При этом вам в них очень комфортно. Дальше штурмовые штаны. Это у меня самосбросы. Что такое самосбросы. Здесь по периметру всей штанины. С двух сторон идет молния. И не нужно как-то раз разбываться. Чтобы их одеть. Достались. Рюкзака вашего. Ну вот таким образом. Они открываются. Вставляются на гассеты. Они на мембране. То есть не продуваются. Не промокают. При этом очень хорошо дышат. Это штурмовые штаны. Когда вы поднимаетесь, например, на хребет. Дует сильный ветер. Они вас защищают от этого всего. И штаны для утепления. Уже когда приходишь в лагерь. Чтобы одеться. У меня они на флисе. Внутри. Тоже очень. Очень теплые. Очень комфортные. Кстати, забыл сказать про фурнитуру. Когда выбирается одежду. Смотрите на фурнитуру. Фурнитура должна быть YKK. YKK. Это практически все бренды. Сейчас. Которые делают одежду для туризма. И просто качественную одежду. Они ставят молнии YKK. Как правило. И так. Дальше пошел пух. Чем хорош пух в зимних походах? Скажу его плюсы и минусы. Минус. Это то, что если он намок, а вы пошли с палатками. То вы вряд ли его высушите. Это касается спальных мешков. Вот. В спальных мешках чем хорошим флопайбер. Новый наполнитель современный. Тем, что он вас будет греть даже мокрый. С пухом какой они прокатят. Пух намок. Скомкался. Все. К нему нужно относиться очень-очень бережно. И дальше я расскажу как. Теперь я покажу, чем хорошо покупать специализированные бренды. Отставим это назад. Такая вот железка. Очень дутая. Закрывает меня сзади. При этом она сворачивается в такой карман. Вам не нужно долго думать, как ее сложить. Покупать отдельно какие-то гермомешки для нее. Ампезионники. Вот так вот за 30 секунд. Сложили ее в карман. Застегнули на молнию. И все. И она уже очень удобная вам с распортировки. Если под давлением других вещей, она хорошо прижимается. При этом очень легкая. Опять же пришли. Нужна она вам. Тина, поздоровайся. Пришли. Быстро ее достали. Отдели на себя. Это очень удобно. За вас уже все продумали. Все решили. Куртка. Микро пуховик. Чем она хороша? Тем, что ее можно одеть под штурмовку. То есть ее одеваешь под куртку. Вот таким вот образом. И то есть она не намокает. Такая крутка непромыкаемая. И при этом греет себя. Внутри. Дальше идет. Вот я показываю не как я буду идти, а как это все можно комбинировать. Если вам там прямо очень холодно, вы боитесь замерзнуть. Дальше идет основной пуховик, который вы одеваете, когда приходится в лагерь или когда останавливаетесь на перекус. Вот вы одели. Вы полностью защищены. Как это все выглядит? И наверх можно одеть, я не знаю, жилетку. Это прям уже можно при... Надо, наверное, переносивать в снегу, наверное, можно, если так одевать. Это просто показывает, что все одежда можно комбинировать. Итак, с пухом мы разобрались. Теперь разберемся с так называемыми штурмолками. То есть куртки, которые на вас надеты, когда вы поднимаетесь с набору, когда вы идете. То есть 90% времени они на вас. Желательно брать куртки на гортексе. То есть это материал, который дышит, отводит от вас влагу, но при этом не промокает и не продувается. Но есть свои нюансы. Если брать, например, лыжную куртку, она тоже на гортексе. Но она тяжелая и в ней есть наполнитель, который намокнет и вам это дело будет холодно. То есть это является минусом трекинга в самом. Если вы не сможете, ее высаживают на батареи, например, когда придете. Обращайте внимание, чтобы было именно вортехс, так как недобросовестные продавцы, бренды точнее, делают разные надписи. То есть вплоть до контекса, колдрекса, экстратекс, супертекс. То есть это совершенно не то. И смотрите на литву мембраны, чтобы она была целая. Если вы покупаете, например, в секонд-хенде. Потому что если мембрана посыпалась из-за неправильной стирки, то она будет сыпаться дальше. И это приведет к полному ее разрушению. Как выбирать куртку для похода? Это тоже штормонка. Легкая, но в ней есть один минус. В ней есть открытая часть. То есть у вас открытые щеки. Можно задувать ветер в шею. Она не полностью закрывает вашу пятую дочку. Что является существенным минусом. Если брать такую мембранку, с которой я иду, то есть она очень-очень легкая. Здесь нет ничего, кроме мембраны и верхнего слоя. За каждым лайком на канале я один раз поблагодарю вас. Эта мембранка закрывает полностью вашу шею. Закрывает задницу. И когда вы одеваете капюшон, вы прямо как в домике находитесь. Здесь все затуживается. Одеваются очки. И вам максимально комфортно. Вам не дует никуда абсолютно. При этом очень легко. И ее практически на себе вы не чувствуете. С этим разобрать. Теперь я расскажу про транспортировку вещей. В частности, про пуховки. Как их удеречь от влаги. Как их смять. То есть, вот вы видите, что пуховка очень дутая. Капюшон прямо в батарее в ней. То она очень хорошо греет. Но, если ее не жмать, она занимает достаточно много места. Для этого есть специальные компрессионные мешки. Стоят они так же дешево. Можно купить их на Алиэкспрессе. Можно купить их в туристических магазинах. Нет разницы, существенная, какой это бренд. Задача одна. Хорошо его прижать. Вот таким образом это происходит. И еще плюс с поддавлением в рюкзаке. Он нажимается примерно до таких вот размеров. Что является очень компактным. Слежит в рюкзаке. Чтобы он не намок, так как эти мешки являются не водозащитными, нужен такой гермомешок. Этот большой я использую для спального мешка. Так как, поверьте мне, нет ничего хуже в походе. Как мокрый спальный мешок. Этот у меня будет для спального мешка. Еще сюда что-то положу. Думаю, пауэрбанк. Какие-то такие вещи с электроникой. А для пуховок у меня будет такой. Я заказал его на Алиэкспрессе. Он стоил там 50 центов. Но при этом хорошо выполняет свою задачу. Так, заматываем. И все. Раз всегда будет сухая, ничего с ней не случится. Сюда еще хватит места положить, например, еще микро-пуховейку или пару жилетков, если вам это нужно. И так. Вот так выглядит первый слой. То есть это термуха и термоноски. Вот. То есть это я делал тот, в чем буду спать. Но для трека он также идеально подходит. Просто у меня пока что нет такого второго комплекта. И так он выглядит. Так выглядит второй слой. Это флиска для уцепления. И мембранные штаны, которые не продаваются. Опять же. И при этом дышат. Если что, их можно расстегнуть. Например, если стало жарко. Вы спустили какое-то время. И вот так вот. Идете или стоите. То есть подышали, застегнули обратно. Это является очень удобным. И я забыл сказать на видео про гамаши. Или бахилу, или фонарику. Всяк по-разному называют. Сейчас покажу, что они делают. Гамаши. То есть вещь, которая поможет вам предотвратить попадание снега в ботинок. Вот так вот затуживаете. И так можете вступать в снег. И он не будет заваливаться в ботинок. А он не будет таять. То есть вам будет очень комфортно идти. Дальше. Выдеваем третий слой. Хочу сказать, что в землям походе очень хорошо работает принцип капусты. То есть принцип многослойности. Мы сегодня рассматриваем три слоя. Основных это термо, флис и мембранка. Это мой штурмовый наряд. Так он выглядит. Дальше идет балаклава. То есть если мы поднимаемся на хребет, будет сильный ветер. наверх можно одеть. Если вам прям сильно уже холодно, я думаю, такого не дойдет, но все же одеваете. Вот шапку сверху, как вариант. Малаклаву. Очки. И вот таким образом вы полностью защищены. Вытягиваете фельдель. Все. Вам ничего не попадает. Если стало холодно, или вот так вверх на провал, остановились, подвели наверху кухонку. Застегнулись. Вам очень тепло. Все. Никакие внешние факторы вам ничего уже не сделают. Наверху еще можно одеть станы. Я спрятал, где-то там. Случайно. Ну, в принципе, мы будем понять. Также обязательно у вас обязательно должен быть у вас фонарик. Потому что зимой рано темнеет приходить по лагерю, что-то там ставить, может, палатку, сходить за водой, еще что-то. У меня фонарик Black Diamond на 160 люменов. Ультралайт, то есть он работает на двух батарейках мизинчиковых и на средней мощности, то есть на дальности 50 метров. Он работает 28 часов беспрерывно. Также в нем есть степень защиты. Я не помню, как она называется, но он спокойно выдерживает погружение в воду и какой-то мокрый снег или дождь и мы абсолютно не страшны. Маску советую брать со степенью защиты С3. Это максимальное, что есть и что вам будет нужно. Так как если взять, например, С2, то на ней будет лучше видно солнечную, например, погоду, но когда вы будете подниматься куда-то высоко, то есть вероятность, например, пожечь себе глаза и что не является очень приятным. Так что маску берите лучше всего с максимальной защитой, которая только есть. запомнился. Так же так это все будет видно. Забыл я одеть перчатки, потому что показывал тонарик, маску и было бы неудобно нажимать на кнопки. Опять же, если вы только вышли и вам, например, жарко, ваша задача главная не спотессия. вы снимаете лиску, одеваете мембрану. Вас не продувает, ничего не промыкается, вам комфортно и тепло. Стало чуть холодно, одели лиску. То есть не покупайте лиску, так что расстегивается только до половины. То есть хорошо, если есть полностью замок и вы можете проверить в этом. Но главное, конечно, смотрите по самому телу, чтобы у вас не продуло и вы не заболели. Потому что заболеть нам совершенно не нужно. Итак, спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Мне приятно и надеюсь, вообще кому-то помог, так как эта съемка заняла, наверное, 2 часа времени. Я сюда, конечно, не все вложу в то, что я хотел. Я уже вспоминаю по ходу то, что я пропустил, но, если это не записано, сложно было все вспомнить. И поэтому задавайте вопросы в комментариях. Я с удовольствием ответил, на все комментарии полностью отвечаю. Хотел бы еще добавить термос. То есть это обязательно вещь в зимнем погоде, вещь, которая будет вас согревать. Горячий чай постоянно необходим вам. Это обязательно. Даже не вздумайте его забыть. И хотел бы еще сказать какую-то вещь по поводу спального мешка и коврика для него. Спальный мешок, когда покупаете или берете прокат, ориентируйтесь только на температуру комфорта, а не лимита. Потому что лимит это уже то, что не является правдой. Посмотрите на комфорт. И если вы девушка, то накидывайте сразу 5 градусов. То есть, если, например, гид говорит, что для похода нужен минимум 10 градусов комфорта, минус 10, а вы девушка, то ищите спальник на минус 15. И покупаете, либо берите прокат, хороший коврик. плюсы и минусы ковриков. У меня коврик надувной, но минус в нем такой, что он может пробиться. Если он пробьется, то сложно будет его отремонтировать и обязательно должен быть ремкомплект, вам придется попаяться, найти там дырочку, эти всякие моменты. А если брать коврик обычный, то он будет не такой цоплый. Отталкиваться нужно от показателя R-валы, это показатель теплоты. Для зимнего похода он должен быть минимально 2,6. То есть у меня тут 4,4. Он должен быть просто идеальным. Вы должны понимать, что как и вся одежда, так и спальник и коврик для него это одна целая система. Если что, одно работает плохо, второе тоже не работает вообще. То есть обращайте на это внимание и покупайте все же фильменную одежду, если подводя это говорить. Потому что бренды, которые делают запрос на одежду именитых брендов, они только делают имитацию, но материалы совершенно не те. Так что если вы хотите сэкономить, то идите в second hand на привоз, там 100% вы что-то оторвете. Если походить плотно месяц, полтора, то вы найдете себе весь комплект одежды. Это просто гарантированно. если вы прям этим займетесь. Если нет, в России Авито, в Украине OLX. Такое вышло видео. Я долго думал, какой контент я буду снимать на этот канал. И все же, наверное, я остановлюсь на походах, природе и чем-то таким. Так что если вы увлекаетесь походами, природой, то подписывайтесь. у меня появилась замечательная GoPro и теперь я буду на нее снимать какие-то влоги, видосы, что-то прикольное и буду давить больше на походы и природу. Так что как-то так. Спасибо большое за видос, за просмотр этого видоса. Ставьте лайк, мне будет очень приятно и задавайте вопросы в комментарии на все отвечу. Все, всем пока, ходите в поход. Итак, друзья, это прямое включение, я сейчас сел пить чай и монтировать видео и перемотками понял, что возможно я не донес саму суть, базу того, о чем рассказывал. И если подытожить уже окончательно, то объясню еще раз про трехслойность. Почему это так работает? Первый слой это термуха, она берет на себя влагу. Дальше передает ее флису. Флис ее впитывает и за счет мембранки, которая дышит, весь пот выводится в атмосферу, то есть вы не замерзаете. Все эти материалы очень легко впитывают влагу и также быстро ее отводят. Если, например, вместо термухи у вас будет хлопковая футболка, она намокла, вы вспотели и больше вы не высушите ее. Так что это работает именно по такой схеме. И если какой-то один элемент убрать, вся конструкция, эта концепция ломается. Так что вот сама суть этого всего видео. Все, всем спасибо, пока, пью чай за ваше здоровье. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.